В Британский Таймс вышел любопытный материал, в котором сказано, что Великобритания официально обвинила Путина в том, что он перекрыл поставки газа в Европу, чтобы поднять цены на энергоносители и добиться одобрения строительства нового газопровода. Британские министры считают, что Россия намеренно ограничивает экспорт газа в рамках стратегии, направленной на то, чтобы заставить страны Европейского Союза одобрить Северный поток-2, трубопровод, идущий по дну Балтийского моря. Британское правительство весьма категорично в отношении трубопровода, который даже не запущенный, стал реальным гибридным оружием, когда нехватка газа в Европе привела к росту мировых цен, что вызвало значительный рост счетов за электроэнергию в Великобритании и подтолкнуло ряд поставщиков к введению внешнего управления. Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил, что одобрение Евросоюзом проекта Северный поток-2 будет иметь серьезные последствия для безопасности. При этом лидер Британии подчеркивает, что Северный поток-2 прямо не повлияет на энергетическую безопасность страны, поскольку большая часть поставок проходит по британским территориальным водам, а остальная часть – из Норвегии, Катара и Ближнего Востока. Однако из-за нехватки газа мировые цены на голубое топливо достигли рекордно высокого уровня, что вызвало предпосылки для закрытия заводов на зиму или перехода на более загрязняющие виды топлива. Официальное заявление с Даунинг-стрит звучит следующим образом. Хотя Северный поток-2 не повлияет напрямую на энергетическую безопасность Великобритании, он может иметь серьезные последствия для стран Центральной и Восточной Европы. Некоторые европейские страны почти полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезные опасения по поводу энергетической безопасности. Даунинг-стрит выразила опасения, что новый трубопровод отвлечет поставки от Украины, где проходит крупнейшая сеть трубопроводов для российского газа и которая получает значительные транзитные сборы. Опасения Лондона более чем обоснованы. Даже будучи независимой от импорта российского газа, Британии приходится расхлебывать последствия газового шантажа из-за растущих цен, а следовательно на электроэнергию и цепочкой на все остальное. Джонсон указывает на то, что своей недальновидной политикой континентальная Европа подставляет не только страны, которые полностью сидят на газпромовской игле, но и те, кто старается быть независимым и иметь разных поставщиков. Из-за того, что некоторые правительства идут на поводу Кремля, англичане вынуждены платить за электроэнергию в разы больше, а отдельным государствам придется отправиться в газовую кабалу Москвы. Важно отметить, что премьер-министр Британии уязвим и в политической плоскости из-за действий России и прихлебателей. Он не может гарантировать на 100% стабильного энергоснабжения этой зимой. Национальный оператор электросетей Британии в двух отдельных отчетах постарался заверить, что Британия не должна столкнуться с отключениями электричества или окончанием запасов газа. Однако компания заявила, что цены на электроэнергию вероятно будут выше, чем в Европе. Это скажется на политическом рейтинге Джонсона и связанной с ним политической партией. Поэтому британское правительство активизировалось на газовом фронте официально назвав виновников кризиса и причины высоких цен.